Всем привет! С вами интернет-магазин «Продавец воздуха» и добро пожаловать на наш YouTube-канал. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать мойку воздуха, зачем она нужна и чем же она так хороша. На текущий момент это будет одно из наиболее полных видеоруководств на YouTube на эту тему. Мы очень сильно постарались и делаем его специально для вас. А в конце видео мы разыграем вот эту замечательную подушку-трансформер. Итак, зачем же нужна мойка воздуха? Это комфортный, правильный уровень влажности, и это от 40 до 60%. Зимой, когда включается центральное отопление, уровень влажности у нас в квартирах и офисах падает до 20-25%. Это эквивалентно уровню влажности в пустыне Сахара. Чем же так плох сухой воздух? В первую очередь у нас становится сухо в носу. Это сохнут слизистые, которые являются главным барьером на пути микробов и бактерий. Также отметим, что все болезнетворные микробы и вирусы, из-за которых мы потом лежим и болеем вирусными заболеваниями, лежим с температурой, быстро распространяются именно в сухой среде, в сухих помещениях. Поэтому увлажнение воздуха строго необходимо. Появляется сухость кожи. Кожа становится менее эластичная, менее упругая, она становится более стянутая. Сохнут и чешутся глаза. Второй признак – это появляется много статического электричества. То есть, когда мы одеваем что-нибудь шерстяное или касаемся бытовой техники, происходит искра. Обратите внимание также на предметы интерьера, на мебель, на комнатные растения и цветы. Комнатные растения начинают засыхать, паркет начинает скрипеть, мебель начинает рассыхаться, обои начинают отклеиваться от стен. Что касается мебели из массива дерева, то она вообще предъявляет отдельные требования для уровня влажности. Поэтому, если вы, допустим, приобретаете какую-нибудь дорогостоящую кухню на заказ, то вам необходимо поддерживать уровень влажности. Если его не поддерживать, то это будет условно для вас негарантийный случай, когда вы через два года придете к производителю и скажете, «Друг, у меня рассохлась мебель», он отправит вас на экспертизу, и экспертиза скажет, что необходимо было поддерживать по меньшей мере 50% влажности. Следующий момент касается музыкальных инструментов. Если у вас есть акустическое фортепиано или гитары, для них тоже необходим должный уровень влажности, расскажу по своему опыту. У меня дома есть три гитары. До появления увлажнителя с наступлением включения центрального отопления, буквально 2-4 недели, и какая-нибудь струна на каком-нибудь доладу начинала дребезжать. Когда приходило лето, уровень влажности нормализовался, и эта проблема исчезала сама собой. Потом, когда появился увлажнитель, эта проблема исчезла. Также это негативно сказывалось на деке, просто она изображала из себя амурские волны, ее всю изгибало. Исходя из всего этого, увлажнитель – это не просто рекомендация, это строгая необходимость в наших реалиях. Давайте разберемся, что же такое мойка воздуха, реально ли она моет воздух, или это все миф, как она его увлажняет и очищает. Мойка воздуха – это бытовой прибор для увлажнения и очищения воздуха, в основе которого лежит автоматическая регуляция влажности, или по-другому принцип естественного увлажнения. То есть мойкой воздуха нельзя переувлажнить воздух, она всегда будет подбирать оптимальный уровень влажности, исходя из температуры воздуха в помещении. Она никогда не поднимет уровень влажности выше 50 или 60%, так как в основе ее лежит именно естественное увлажнение воздуха. Если вам необходим более высокий уровень влажности, используйте ультразвуковые увлажнители. Их концепция работы – именно принудительное испарение. Они могут поднять уровень влажности, хоть как в тропическом поясе, до 80-90%. Важный для пользователей плюс в том, что у моек воздуха нет никаких расходных элементов, как, например, ультразвуковых или традиционных увлажнителей. В нее вы можете заливать обычную водопроводную воду и не бояться за появление белого налета. Что касаемо ультразвуковых увлажнителей, то в них используются фильтры картриджа. То есть те, что попроще, поинтереснее и, допустим, те, что в Банеко. Стоимость фильтра картриджа от 300 рублей до 2000 рублей. Средняя продолжительность его жизни определяется водой, но редко, когда она в наших реалиях превышает 3 или 4 месяца. Поэтому даже самый дешевый увлажнитель уже не становится при использовании фильтра картриджа таким уж дешевым. Просто сами посчитайте и поймите, что будет целесообразнее приобрести. Мойку воздуха или ультразвуковой увлажнитель. Да, мойка воздуха реально моет воздух и делает его чище. В воздухе содержится много разных частиц, начиная от пыли, заканчивая волосами, шерстью животных, фрагментами кожи и аллергенами. И всем этим мы дышим. Как же происходит очищение? В верхней части каждой мойки воздуха установлен вентилятор, который нагнетает воздух и подает его на увлажняющий элемент. Воздух со всей грязью попадает внутрь. Грязь налипает на увлажняющие элементы. Когда он прокатывается, вся она остается в воде. И наружу уже выходит увлажненный очищенный воздух. Так что миф о том, что воздух вымыть нельзя, развенчан. Друзья, для расширения вашего кругозора, Следующий шаг эволюции моек воздуха – это климатические комплексы. То есть, если максимальная, предельная мощность мойки воздуха – это 500 грамм в час, и это считается очень высоким показателем, то он способен выдать литр в час. Климатический комплекс – это сочетание очень глубокой очистки воздуха и очень мощного увлажнения. Это решение для очень больших помещений. У нас покупают его в основном в коттедже, в бильярдной, в переговорке, в кабинеты первых лиц. Если вы вдруг считаете, что мойки воздуха вам недостаточно, то это решение для вас. На текущий момент его стоимость 60 тысяч рублей. Говоря о плюсах и минусах каждого из видов увлажнений, то у мойки воздуха основной плюс – это возможность вымыть воздух. Если у вас есть какая-либо бытовая аллергия, то есть, если аллерген содержится непосредственно в воздухе, будьте уверены, что мойка его удержит. Также она допускает круглогодичное использование, у нее автоматическая регуляция уровня влажности. Она никогда в жизни не переувлажнит помещение. Уровень влажности при использовании мойки будет всегда оптимальным. Что касается ультразвуковых увлажнителей, то это очень быстрое увлажнение, это возможность довести уровень влажности до 80-90%. Если вы заядлый цветочник, у вас много растений, то для вас подойдет прекрасно ультразвуковой увлажнитель. Также он намного компактнее, и его можно поставить практически на любое место. Друзья, сейчас очень важный блок, в котором мы расскажем о производительности моек воздуха. Моек на рынке очень много, но у большинства из них крайне низкие показатели по увлажнению. А это означает абсолютную бесполезность мойки как увлажнителя. Поэтому слушайте и смотрите внимательно. Максимальная производительность по увлажнению у мойки воздуха – это 500 грамм час. 500 грамм час – это очень большой показатель. Но не каждая мойка способна работать настолько эффективно. Здесь уже вступают в силу конструктивные особенности мойки и увлажняющий элемент. Начнем с увлажняющего элемента. Всего их два. Первый – это диски, второй – это губка. То есть диски тоже бывают разными. Вот такие вот диски у Балу, вот такой дисковый барабан у Венты, это дисковый барабан Электролюкса и Банека, а это губка. Губка – это новый увлажняющий элемент. Он используется у Банека в модели W200 и в климатическом комплексе. Они там несколько отличаются друг от друга визуально, но концептуально они идентичны. На практике это выглядит следующим образом. Два поддона, у обоих дисковая система. Это из-под мойки воздуха Вента, Германия, 10 лет гарантии. Это такая дисковая система установлена в Электролюкс и в Банека. Здесь мы уже упираемся в конструктивные особенности. В принципе, Вента сама по себе очень неплохая мойка, но у нее есть один конструктивный изъян. Когда в резервуаре налито достаточно много воды, то есть когда он полный, то испарение происходит непосредственно с кусочка воды, который видно, и примерно с одной четверти диска, потому что вся остальная часть барабана полностью погружена в воду. Если мы посмотрим на Электролюкс, аналогично у Банека, то мы увидим, что диск погружен в воду примерно на 20-25%, а вся остальная поверхность, которая не погружена в воду, она всегда находится в увлажненном состоянии. И именно с нее происходит обдув. Соответственно, увлажнение происходит с очень большой площадью, и оно эффективно на всех этапах количества воды в резервуаре. Итак, еще раз. Чем больше дисков, тем с большей поверхности, с большей площади происходит испарение. Но если мы сейчас будем сравнивать, допустим, Венту с дисками Банека и Электролюкса, то мы увидим следующее, что в принципе диаметр диска Венты меньше, плюс здесь есть нерабочая серединка, так что она еще сокращается. А еще, как мы показали до этого, ее рабочая площадь, то есть которая находится не в воде, меньше. Соответственно, Банека и Электролюкс, они всегда будут работать с большей производительностью, чем Вента. То есть Вента будет работать неплохо только тогда, когда в ней минимум воды. Но все равно за счет большей площади Электролюкс и Банека будут эффективнее. Специально для любителей увлажнения ведра с водой тряпок на батарею и накладок на радиаторы, идите лесом. Ваши методы никогда не дадут такого увлажнения, какое дает увлажнение с дисками или же с губкой. Только посмотрите на эту площадь, а таких дисков 21, а еще у них две стороны. То есть увлажнение вашими способами даст первое, плесень над батареей, то есть под подоконником, и увлажнение с поверхности ведра воды. То есть ни о чем. На дворе 21 век есть намного более интересные и понятные способы управления микроклиматом. Поэтому не майтесь дурью, а купите нормальный увлажнитель. Породолжая тему соприкосновения увлажняющего элемента с водой, мы не можем обойти вниманием Банека В-200. Это уникальный увлажнитель. Уникальный он в первую очередь потому, что в нем используется губка, а не кассета дисков. Вот в этот с виду небольшой поддон вмещается целых 4,5 литра воды. И вторая уникальная особенность заключается в том, что когда мы помещаем барабан с губкой в поддон, то губка касается воды ровно настолько, насколько это позволяет ей всегда оставаться мокрой. То есть ее КПД на увлажнение всегда одинаковое. Она всегда работает на максимум, и она выдает 500 грамм в час. Это одна из самых производительных моек воздуха. Что касается разницы увлажняющих элементов, то вся прелесть барабана с губкой заключается в том, что губка обита по бокам специальной тканью, которая зачерпывает воду, а лесочки это по сути тот же самый пластик, что и здесь, просто немного в другой ипостаси. И он не отталкивающий воду, он водоудерживающий. То есть это специальное соединение. Что касаемо дисков, то это не просто гладкие диски, это диски с кучей специальных препятствий, дороже кламерий. То есть будь они идеально гладкие, то за счет центробежной силы вся вода моментально бы скатывалась вниз. Но здесь вода встречает на своем пути множество препятствий и не уходит вниз так просто. Поэтому увлажнение с ними эффективно. Если мы возьмем мойку воздуховента, то у нее достаточно гладкая поверхность, но со временем использования она кальцинируется. И из-за этого вода немного медленнее спускается вниз, так как поверхность диска становится жестче. Следующий момент это залив воды. Всего существует два вида залива воды. Первый это верхний залив, то есть просто сняли верхнюю часть мойки воздуха и залили воду непосредственно в поддон. Что касаемо залива в бак, то вы извлекаете бак из мойки воздуха, откручиваете крышку и заливаете туда воду. Это менее удобно, но ничего глобально страшного в этом нет. Единственное скрытое неудобство в рамках использования бака, это то, что вода из бака в поддон поступает дозированно и он булькает. У хороших производителей, например, как у Балу данной модели, достаточно толстый бак и весь тот звук, который происходит, он поглощается при помощи этого слоя пластика. Управление мойками воздуха чаще всего механическое и включает в себя три положения. Выключенное состояние, дневной режим и ночной режим, при которой мойка будет тихонечко себе увлажнять, а вы будете спокойно спать. Но встречаются и такие модели самородки типа Балу АВ325, у которой есть даже сенсорное управление, гигрометр. Вы можете также регулировать интенсивность испарения, у нее аж четыре скорости. Это одна из очень интересных моек, видео мы по ней запишем позже. А также другая хорошая новость, что она из нижнего ценового сегмента у моек воздуха, то есть ее стоимость меньше 15 тысяч рублей. Из дополнительных опций. У некоторых моек воздуха бывает предусмотрен аромаконтейнер. То есть вы можете сюда капнуть несколько капель эфирного масла, вставить обратно буквально 5-7 минут и ваш дом наполняется любимым ароматом. Важно! Никогда не смешивайте аромамасла с водой. Это может вывести аппарат из строя. Об этом будет четко написано в инструкции к вашей мойке воздуха. Если это можно, это будет написано. Если это нельзя, это также будет написано. Аромамасла также рекомендуется применять в период частых вирусных заболеваний. То есть буквально капайте несколько капель эфирного эвкалиптового масла и дышать будет намного приятнее и полезнее. За любой мойкой воздуха необходим гигиенический уход. Уходу подвергается три элемента. Поддон, в котором скапливается вода или резервуар с водой. Далее сам увлажняющий элемент. В случае с губкой вы просто ее снимаете и закидываете либо в стиральную машину вместе с носками, с трусами, либо в посудомоечную машину. То есть губка достаточно прочная, долговечная, ничего с ней не случится. Если это мойка воздуха вента, то у нее кассета дисков неразборная. Руками ее отмыть практически невозможно, потому что здесь очень маленькие промежутки и пальцами никак не подлезть. Закидываете ее непосредственно в посудомоечную машину и это будет наиболее простой способ ее отмыть. Говорю как человек, который вентой пользуется почти 10 лет, который запускал ее неоднократно и пытался восстановить в том или ином виде. Восстанавливал ее, зная, что с ней происходит со временем. Если вы используете мойку воздуха Электролюкс или Банека, то у нее достаточно хрупкие диски. Будьте с ними осторожны. Они полностью разборные. Вы можете извлечь, помыть руками каждый диск по отдельности. Также их можно положить в посудомоечную машину и они там тоже хорошо отмоются. Проще всего не запускать мойку воздуха в плане гигиены и проводить исключительно гигиеническую уборку. То есть каждые два дня просто ее споласкиваете, споласкиваете поддон и все будет хорошо. И где-то раз в сезон, раз в два-три месяца не забывайте про лопасти вентилятора, потому что на них скапливается достаточное количество пыли. Также в плане гигиены вам поможет специальный ионизирующий стержень. Он поможет в те моменты, когда вы по какой-то причине забыли слить воду из резервуара и он не даст ей зацвести и дурно пахнуть. Срок службы такого стержня примерно один год при ежедневной эксплуатации. Вы просто кладете его на дно. Но это относится к мойкам воздуха Балу, Электролюкс и Банека. Фиксируете его в специальных защелках и просто забываете о нем на год. Что касаемо моек воздуха Вента, то у них идет специальный тюбик с жидкостью, которую вы самостоятельно доливаете и самостоятельно дозируете. Также мы в прошлой части забыли упомянуть о профессиональной химии. Если вам необходимо отмыть диски или поддон, вы можете использовать народное средство. Условно говоря, взяли лимонную кислоту, растворили ее в теплой воде буквально 15-20 минут и смыли. А также можете использовать профессиональную химию от производителя. Оба средства хороши. Итак, друзья, подведем итоги. Зачем мы вообще вам все это рассказывали? В первую очередь для того, чтобы вы могли самостоятельно, опираясь на материал нашего видео, выбрать наиболее ценную, наиболее правильную мойку, которая сможет хорошо работать и в которой вы не разочаруетесь. Потому что вы бы знали, сколько нам поступает звонков или обращений, и люди говорят, да, у меня был увлажнитель, да, у меня была мойка, да, не помогала, да, не увлажняла и прочее. То есть мы специально собрали наиболее полную информацию, это самое полное руководство на ютубе на текущий момент. Если вы смотрите это видео и задаетесь вопросом, и все еще думаете, а зачем мне это вообще надо, то здесь мы позволим себе сделать сравнение с автомобилем. То есть нас не интересует в машине количество подушек безопасности до первой аварии. При покупке следующего автомобиля человек уже задается вопросом, а насколько безопасен этот автомобиль, а сколько в нем подушек. Или же когда мы приходим к врачу, и врач нам говорит, друг, да, чтобы стагнировать твою болезнь, здесь уже необходим нормальный уровень влажности воздуха, правильный уровень влажности воздуха. Поэтому отнеситесь к этому приобретению как к инвестиции в свое здоровье. Друзья, если вы видите где-то цены отличные от наших на 5, 10, 20, 30 или сколько-нибудь процентов ниже, то знайте, у этого продавца этого товара в наличии нет и никогда не будет. Природа их цен и природа их товара абсолютно не ясна, а мы представляем напрямую производителя и все наши цены регламентированы и мы не имеем права от них отступать. Далее мы продолжим записывать для вас видео об увлажнителях и мойках воздуха. А на этом на сегодня все. Всегда с вами интернет-магазин «Продавец воздуха». Итак, друзья, теперь мы разыгрываем эту подушку. Чтобы принять участие в ее розыгрыше, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем какой-нибудь комментарий. Полный обзор этой подушки «Трансформер» смотрите у нас в Инстаграме. Ссылка будет внизу в описании к этому видео. И условия розыгрыша также будут внизу в описании к этому видео. Всегда с вами интернет-магазин «Продавец воздуха». «Продавец воздуха». Продолжение следует...